Всем привет! Сегодня у нас 1 марта. Официальный первый день весны. И в Сибири это очень радостное событие. Погода у нас плюс один, плюс два. Не знаю, слышно вам или нет. Птички так уже по весеннему чирикают. Вот. Снежок потаивает, конечно. Тут вот уже какие-то мои проглядывают декорации. Крыжовник маленький, посаженный осенью. Друзья, ну в этом видео хочу поговорить вот о чем. Поэтому подвести кратко очень итоги 2019 года и рассказать, почему я хотела сбежать из деревни, все продать или вообще бросить прям хотела и сбежать отсюда. Что у нас случилось, что подвигло меня на это. Но, конечно, взяв себя в руки, подумав, иногда это полезно. Вот. Я все-таки не сделала этот, возможно, ошибочный шаг. Ну и прогуляемся. Сейчас выйдем с вами за участок. И прогуляемся вокруг участка. Покажу вам. Снежок падает. Вот такой легкий-легкий пролетает снежок. Не знаю на видео, будет видно или нет. Пойдемте прогуляемся. Ну, в общем-то, почему подвожу я в марте итоги? Вот. Я с тех пор, как заселилась в этот дом, купила в деревню, переехала из квартиры, у меня время исчисления пошло несколько по-другому. Но, как обычно, знаете, бывает, у людей живут от понедельника до пятницы. Ну, кто работает, да, пятидневку от выходных до выходных. Кто-то живет от зарплаты до зарплаты. Кто-то еще какие-то устанавливает свои границы, исчисления. Вот. У меня здесь получилось так, что я когда заехала, у меня жизнь пошла от весны до весны. Зиму пережили, и это круто. Вот. Еще не звонила в энергосбыт. Не знаю, сколько мы нажгли за февраль месяц электричества. Надеюсь, что не очень много. Ну, так вот. В 2019 году... Вот, кстати, с обратной стороны можно дом посмотреть. Вот эта вот часть енотная, она из шпалы состоит, а баня вот та из кругляка, русская баня моя, есть видео про баньку на канале. Можете посмотреть. Так. Ну, вот тут соседей у нас нету, и видите, как получается, как бы канала, что ли, между участками. Сейчас мы туда залезем. В 2019 году сделала, я считаю, что немало. Был поменят забор. Сейчас мы к нему дойдем. Вот. Потому что старый забор вот такого плана, вот здесь вот он еще остался немножко, он упал, и у меня ходили коровы. Чужие деревенские коровы. Они заходили, и вот с этой стороны я... Вот птичка прям поет так. Заходили и ели мое сено. Утром я выходила, наверное, в течение вот прям месяца так было. Выходила утром и выгоняла штук 10 коров с территории. Вот. Но это, наверное, по всей России проблема такая. В общем-то, люди не хотят нанимать пастухов. И говорят, что это твои проблемы, ставь забор, собственно говоря. Но тут бороться было бесполезно. Вот поставила вот этот вот забор. Это новый уже я поставила из горбыля. Мне тут ребята устанавливали столбики, набивали это все. Но, в общем-то, мне вот нравится такой вариант деревенский. Участок большой, поэтому какие-то такие сильно кирпичные там делать заборы или из профлиста будет очень дорого. Столбики лиственные. Они их шкурили. Низ 50-60 сантиметров в земле. Обмазывали отработкой маслом. И устанавливали. Вот. Вот в 2019 году, вот я считаю, что для меня это прям такое большое такое дело было сделано. Замена забора. Вот. И. Но одна часть забора вот досками обшита. Это вот где немножко как бы сверху вот там улица отгородилась, чтобы не очень видно было. А здесь вот участок, он идет на горе и получается, что вот у нас отдельная своя гора вот такая. Здесь это все рабица. Я просто затянула, чтобы не закрывать виды красивые. И вот с этой стороны вот участок вот так вот выглядит. То есть небольшой уклончик идет. И домик наш. Это баня. Ну, тут сарай. Вот. И здесь рабицы. Ну, тут, конечно, внизу они поленились закрепить. Мне сверху вот доску я заставила набить. Тоже не хотели, а снизу не стали. И у меня собаки поднимают, заходят собаки. В 2018-2019 году тут борьба с собаками у меня была. У меня было много птиц, индюки, гуси, куры разные и собаки деревенские, которых отпускают погулять и просто беспризорные. Они залазили во двор и таскали мою птицу. В итоге они передавили вообще всю птицу. Два года они у меня давили. По 20-30 голов. Ну, залазили прям в вольеры и давили. Вот. Ну, а сейчас вот все полностью забором я обтянула. Здесь понизу набью, конечно, чтобы собаки не поднимали это все дело. Вот. Ну, еще в 2019 году я поменяла в доме окна все. Поставила пластиковые. Там были обычные деревенские. И утеплила полы. Полностью поднимала полы, меняла, утепляла. Вот. Дом стал значительно теплее. До замены полов, знаете, как было? Вот. Одна зима очень была холодная такая и печку топила. Электрических батарей еще не было у меня. Вот. Топила печку и наверху под потолком температура плюс 30 была. А на полу у кошек в чашках вода замерзала. Вот. Представляете, как было? Ну, пережили это мы все. От зимы до зимы. Ой, от весны до весны. Вот. Теперь у нас нормально все с полами. Третий момент, что было сделано в 2019 году. Это заменено электричество на всех домах полностью. Электропроводку всю вот прям от столба, от гусака сюда и сюда. Все поменяло. Но три раза переделывали мне его, потому что делали неправильно. Но в итоге так и не доделали. Еще тоже вот по теплу уже надо будет делать. Но это вот такие прям глобальные у меня моменты. что я сделала вот с этой стороны участок. Красота какая, смотрите. Прям вот такое место, вы знаете, шикарное. Ну, правда же, я не знаю, кому не понравится такое место. Вот я выбирала этот участок. Но как я выбирала и вообще на что смотреть, это я, конечно, сниму отдельное видео. Вот, ну так, в двух словах скажу, что при выборе я опиралась больше на то, чтобы было красивое место. Вот, больше я вообще ни на что не смотрела практически. Вот, а я как профессиональный фотограф, я на момент покупки дома у меня была фотошкола. Я вела очные фотокурсы у меня. Группы были по 10, по 15 человек. Люди приезжали, и мы занимались. И в округе мы вот здесь тоже ходили фотосессии, устраивали все это. Вот, ну и плюс, к тому же, я художник. Здесь есть где что порисовать, пописать. Вот, ну и все бы ничего. Но в 2019 году, 26 февраля, у нас случилась беда. У меня ребенок, которому сейчас 4,5 года, вон он ходит, пилит там. Он заболел диабетом сахарным. Вот, причем заболел не просто заболел, а стремительно это все развилось буквально за неделю. Его, ну он очень сильно похудел. Он стал почему-то писать ночами в кровать. Но такие признаки. И вот, смирили сахар, глюкометр, нашли глюкометр. Там почему-то показания не показывало, зашкаливало. У него слабость, вот, он холодные руки, ноги. То есть, ну уже такое состояние было, скорую вызвали. Скорая смирила сахар, у него сахар 49. Ой, не могу, я вот начинаю рассказывать об этом, начинаю все время плакать. Вот, увезли сразу же, конечно, на скорой в республиканскую, у нас тут в город Абакан больницу. Ну, врачи все удивлялись, как он выжил. С таким сахаром не выживают. Что это, ну вообще из области фантастики, конечно. И месяц мы лежали, его откапывали. Но вот, слава богу, он выжил. И мы 26 февраля нас увезли. И где-то в середине марта мы выписались из больницы. Стали оформлять сразу инвалидность, конечно. Ой, не могу, сейчас я успокоюсь. Вот здесь вот на березах качелю повешала. Но сейчас тут выход закрыла. Тут вот проход был, поставила забор. Надо будет здесь вот делать проходик, калитку, чтобы сюда выходить. Вот. Сейчас куда-нибудь присяду на березку. Оформляли мы инвалидность, в общем. Сейчас мы на инвалидности. Ну и состояние у меня, конечно, было вообще... Никому не пожелаешь такого. Но сейчас мы на инсулине. Кулим инсулин. И сейчас я не работаю. Не могу работать ни фотографом, ни кем. Из-за этого. Потому что ребенок, ну все, он привязан. Я его не могу ни с кем не оставить, ничего. Ну и первые три месяца я, конечно, каждый день плакала. Я не могла с этим смириться. Я не знала, куда бежать. Куда уехать. Куда улететь. Готова была на Луну улететь, если бы ему там легче стало. И я хотела, конечно, я раза два или три выставляла это все на продажу. Потому что мне сказали, что врачи говорили, что надо ехать. Что диабет одна из причин появления диабета, это нехватка солнца и витамина D. Но солнца и йода. Вот что. Ну морской воздух ему нужен и солнце. То есть я прям вот хотела все продавать и уезжать отсюда. В августе все-таки мы съездили в Анапу. И вы знаете, мы съездили просто, мы собрались и поехали, как бы не продавая ничего. Конечно, это верх необдуманности бы был сразу все вот так вот продать, бросить, поехать. Неизвестно зачем и куда. Мы съездили в Анапу. Ему там действительно было легче состояние. То есть у него скачков сахара не было. Что как бы при диабете это основные моменты, которые плохие, негативные. Это скачки, когда с маленького на большие сахара скачут. У него там этих скачков не было. У него сахар там был ровный. Дозу инсулина там я ему снизила. Потому что потребность была ниже у него там. Вот, но там мы, конечно же, подхватили кишечную палочку с ним по очереди. Переболели очень сильно, тяжело перенесли. А диабетикам вообще болеть нельзя. Очень сильно он это все перенес. И месяц мы там были. А сейчас вот, не знаю. Мысли, конечно, есть такие, что все-таки продавать и переезжать туда из-за ребенка. Но все это не просто так. Мы с ним вдвоем. У нас, ну как бы у меня старший сын есть. Но он студент самостоятельный. Он учится заочно, работает. Конечно, помогает иногда. Но практически вот здесь в деревне мы с ним, с маленьким вдвоем все делаем. Поэтому, ну не просто все так. Вот. Вон та вон будка, видите? Вон та маленькая. Там ручей бежит. И когда мы заехали, там был насос. И оттуда подавалась в дом вода. Вот здесь вот видно еще даже вот провода остались. В землю вкопан был шланг. Но не глубоко. Но был закопан. И подавалась вода. Но мы начали ее пить. Нам сказали, что можно. Начали ее пить. И мы с кишечной инфекцией тоже в больницу легли с ним. Сразу же ему годик еще был. Вот. Оказалось, что там никакая не скважина. А просто ручей бежит. И типа запрутки такой. Там, ну типа лужи. И туда насос воткнули. Просто обгородили. Вот. И брали воду. Ну как бы для полива, для огорода она, конечно, пошла бы. Но пить ее, конечно, нельзя было. Нам никто не сказал. И мы попали в нехорошую ситуацию. Вот. Сейчас уже своя скважина на участке. И с водой у нас все нормально. Эту воду я вообще обрезала. И мы не пользуемся этой скважиной. Так. Ну знаете, что? Сейчас в дырку полезу. Обходить обратно неохота. Я пролезу. Я не толстая. Пойдем с этой стороны обойдем дальше. По кругу, чтобы получилось у нас. Вот такие вот дела, ребят. Настигла. Причем. При всем при том, что ребенок был абсолютно вообще здоровый. Он до двух с половиной лет был на грудном вскармливании. Вот. Он был такой пухляж, бутуз вообще. Ну, абсолютно идеальный ребенок был. По всем меркам, по всем показателям. Мы вообще не знали, что такое больница. Ходить по больницам мы. Плановые только ходили, сдавали анализы раз в год. И все. Вот. То, что надо было. Ну вот мусор ходят. Смотрите, бросают. Опять я хожу, собираю, собираю. Опять понакидали. Это же вот прям вывалили, взяли. Но свиньи люди. А таких людей везде полно хватает. Вот. И потом раз, вот так вот внезапно и случилось. Вот. Ну, сейчас мы здесь живем, потому что я это место очень люблю. Я здесь у меня уже все налажено. Ну, как сказать. У меня уже... Ну, не бизнес это назвать. Но постоянный более-менее источник дохода есть у меня. Сейчас не буду об этом говорить. Вот. Здесь как бы все уже обустроено под себя. Все. Места шикарнейшие. Но ребенку будет лучше в тепле. Это раз. Потому что, действительно, в Сибири очень мало солнца. Два месяца лета всего. Но вот март у нас, видите сами, какая обстановка снега. Еще по колено кое-где практически. А к середине марта ночные еще до минус 20 обещали. Вот это заросли. Это облепиха все. Тут растет. На песке она очень хорошо. Это как полисадник, что ли, получается. Участок просто огромный. И нет никаких ни соседей, ничего. Подъезд. А тут вот дорога. Сейчас выйдем. Покажу. Жалко все это, конечно, бросать. Но я уверена, что если я на новое место куда-то и приеду, то я найду, как там заработать. В принципе, тем же самым заниматься. И ничего нового уже выдумывать не надо. Даже проще будет. Но по новой, конечно, обустраиваться придется. Парковочное место. Вот здесь такое огромное. Просто машина 20, наверное. Люди приезжают ко мне. Вот. Такое место где-то бы на юге. Я не знаю, кто знает. И где есть такие места, чтобы вот красота была. Горы. Лето 8 месяцев, 9. А не зимы наоборот. Да. И солнышко, море, чтоб не сильно далеко. И пусть 100 километров будет море. И чтобы почва была не глина, чернозем обязательно. Потому что участок и большой участок. Пусть домик будет маленький. Пусть какой-то вот кто может быть посмотрит. Риэлторы южные. Или кто там живет. Кто-то по соседству может у вас продает что-то такое подобное. Это отдельный участок. На окраине можно. Вот он. Котенок мой снеговики лепит. Да, сына? Молодец. Ну вот у нас из хозяйства эти зайки остались. Да, гуси. Они нам в качестве производителей удобрения натурального сейчас только и нужны. Вот. Мы это все не едим. Ну, в смысле, на мясо я их не рублю. Ну, а так вот, что они удобрения производят, какают, собирают. Вот. Здесь такие загородочки. Облепиха обгорожена тоже. Если кто-то посмотрит видео, кто знает, где, я не знаю, любой район вообще Краснодарского края, в принципе. Ну, в последние вот новости смотрела, что топит там. Горячий ключ затопило. Хадыжинск топит. Пшеронск топит. Там, конечно, мне очень нравится. Там места вот тоже горы такие. Красиво. Но, конечно, если мы переедем, и нас там затопит, это будет катастрофа. Я не знаю, как я с такой ситуацией вообще тогда справлюсь. Может быть, пусть это будет и не горная даже местность. Хотя сложно будет привыкать. Может быть, где-то в районе Краснодара или Славянска на Кубани. Где-то там. Сижу, смотрю, конечно, на Авито каждый день, что где продается. Вот. Но вопрос в том, что тут свое еще продать надо все это. А продавать не хочется. Так бы, конечно, идеально там купить, здесь не продавая, да? Ты что, снежком в меня? Да. Не надо. Эй, ты что творишь-то? Друзья, ну, еще раз всех поздравляю. С первым днем весны. Ты что мне за шиворот? Хорошего всем настроения. Кто прогулялся со мной, всем спасибо. Кто послушал. Чего-нибудь пишите мне в комментариях. Чего-нибудь советуйте. Всем хорошего настроения весеннего. Всем пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok